Итак, сегодня утром, когда я обращался к Владимиру Александровичу Зеленскому, писал этот ролик, помните, я в одном из моментов, фрагментов рассказал о том, что я буду в Киевской области, в одной из больниц, и выясню кое-какую проблему. Проблема данного характера. Значит, здесь есть активисты, которые на своей странице в Facebook написали, что в городе УЗИН, или УЗИН, УЗИН, наверное, не хватает средств защиты, ничего не выдается, медики, голый босс, ну, стандартная ситуация по всей Украине. И после этого молодого человека привлекают к административной ответственности. Сейчас он, кстати, судится. Как вы думаете, кто? Правильно, служба безопасности Украины. По распоряжению, либо по распоряжению, либо мэра, либо главврача, который написал, о том, что это все неправда. Медики после этого сразу же резко замолчали, хотя, зная, что ничего нет, но побоялись, потому что главврач вызвала всех, сказала, уволю, к чертям, если кто-то что-то скажет. Поэтому мы сейчас вместе сходим к главврачу. Вот я сейчас на прямом эфире, на два слова можете сказать, да, ситуацию. Вот передо мной молодой человек, который сейчас судится. С кем судитесь? Сижусь позывать у нас и до Седова. Главврач, нашим директором. А вот позываешь, за что? За что вы написали? Пост в Фейсбуке? Пост в Фейсбуке про помощь медикам. Про то, что там нет ни масок, ни каких индивидуальных защитов, и так далее. Все это было описано, ну и там и допомога. Просьба про допомогу у людей, просто обычных людей, которые каждый мав занести себе своему семейному врачу, просто защит. Так как они жалюются на то, что контактуют каждого дня с людьми, которые теоретично могут быть заражены, и приходят люди, у которых есть пневмония, то есть все признаки того, что они могут быть потенциально заражены. И то мы жалялись, хотели допомоги. Я эту допомогу в виде посту надав, а главный врач нашей лекарни написал на меня заяву по статье 173.1. Неправдивый. Это стандартная ситуация. И по этой статье ДИСКРОВ садило до суду, и никто особо там не опитывал свідки, свідки есть, про то, чтобы были погрозы и врачам, про то, чтобы они не выносили данную информацию никуда из стены лекарни. И за 5 минут отбился суд, где меня признали винным, и на сегодняшний день я подал бумагу на апелляцию. Все-таки я надеюсь на то, что я смогу себя защитить в суде. Понял. Ну, идемте, сходим, узнаем у главврача, как ситуация на самом деле, это ли правда, либо нет. Ну что, Валентина Ивановна, я здесь. Сейчас мы узнаем, есть ли вообще на работе, кто вы, что вы. Какой этаж? На лево, на лево. На лево? Да. Я чуть попозже наберу вас, буквально 5 минут. Спасибо, спасибо. Второй? Добрый день. Мне нужна Валентина Ивановна. Валентина Ивановна? Валентина Ивановна? Валентина Володимировна. Валентина Володимировна, мне нужна. Представник профсоюзу. Меня зовут Антон Гура. Хочу поспілкувати с ней. А профсоюз для того? Медичного профсоюза. Добрый. Интересно, Мартина Владимировна за какие деньги заказала себе такие диванчики? Хорошенькие. Сейчас узнаем, такие диванчики есть в лаборатории, либо в отделении у людей. У них уже есть такие диванчики. Конечно, пройдемся. Ну, от офис, в принципе, секретаря. Тоже неплохо. Доброго дня. Меня зовут Антон Гура. Знаете такого? Бачили? Не бачили? Я представник медичного профсоюзу. Медичного профсоюзу. Всеукраїнского медичного профспілка. Добрый день. А почему мы без маски? Скажите, будь ласка, у протоколу. Кабин? Должен быть маски. Каждый представник. Сама с собой. Кабинет. Я не повинен. Повинен. Мы уже есть у вас в кабинете. Вы повинен одеть. Одягнуть, будь ласка. Теперь по поводу его. Вы прекрасно знаете. Знаю. Да. Знаю. Я маю право вас снимать. Нет. Вы – посадовая особа. Так. Я представник медичного профсоюзу. Документ. Я вам могу паспорт показать? Нет. Паспорт. Это документ, что вы представник профсоюзу. Сейчас, сейчас, позвоним юристу. Вот, смотри. Бачите фамилия маяка? Бачите фамилию, так? Зараз, зараз. Только после этого мы поедемо с вами в одни компетентные органи. И поспілкуемся, где защит, который вам был надан. Сейчас я все сделаю. Поверьте мне. Сейчас все, юрист, вышлит мне. Потому что в Миньюсті документы. Захистами повинні з вами поговорить? Захист медиков? Мишля, где? Де захист медиков? Собачить, где? Маски, средства медуальні защиты, бахили. Ви можете на меня теж в суд подати за наклеп. Ну, я хочу, побачите. Поговорим по людски. Ні-ні-ні, ви же уже не по-людски говорите. Уже все не по-людски, так ви ж заставили. Ми хотіли по-людски, ми до вас навіть хотіли поговорити по телефону. Ну, на что ви відмовилися? То, з нами, по-другому. Я з вами перший раз дустився в сеті. По-перше, ви знаєте текст, по поводу чего я хотела заявку? Маю. Який? Знаю, чудово текст знаю. Знаю те, що мені надали інформацію. Тільки ви зробили, що я брекун. Готуєтеся до суду від мене і відбувачну проспілку. Суд буде. Оксана? Оксан, добрий день. А збросьте мені, пожалуй, зараз бумагу, щоб я показав директору КНП, який я профсоюз. Она хоче б увидеть просто. Ну, протокол. Протокол збора, там, де моя фамилия є. Да, 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 сбросьте мене вайбері, щоб я показав, що вона вже успокоилась. Ми будемо її юридически теперь говорити. Будемо підготувати документы в суд. Да, ну так давайте, спрашивайте, спрашивайте. Я хочу показати, я хочу побачитися просто. Щас бросят. Нет, я хочу побачити ваші документи. Так, у меня документи на стадії менюста, передокументация, поэтому сейчас увидите мою фамилию, там, де учредитель, я подстаю, спасибо. Ну, добре, добре, я присяду. Ну, я не у вас в гостях. Нет, я не у вас в гостях. Это коммунальная установа, это не ваша установа. Вы просто директор. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. Медики жалуются о том, что стресс-незалной защиты нет в этой больнице. Плюс они сказали о том, что вы лично сказали, если кто-то пожалуется, будет уволен. Это правда или нет? Нет, конечно. Хорошо, если... Давайте разберем так. Давайте. Теперь же, из вашего видео, я его бачила, до меня кинулась, и где мова про медсестру, прививоченный академат. Она не работает в нашей лекаре. Она работает. Стоп. Она работает в амбулатории семейной медицины. Вот, пожалуйста, до нее. И обратитесь к руководству. Амбулатория семейной медицины. Это абсолютно две разные организации. Так что до ее заявки... Почему вы не относитесь к семейной медицины, почему вы подали заявку... На основании медсестры. Стоп. Дальше. Хвори с подозрой, как вы написали, лежат в стационаре. А стационар... А стационар, это уже юрисдикция. Подозра, это не стверждение. Вы знаете, я когда был в суде, то там не обратили внимание на слово подозра. Там взвинуватили меня за 5 минут в том, что я брехун. Причем сказали чему-то вашими... Значит, это адвокат... Значит, теперь далее. Теперь далее. Из эпидемической точки зрения подозра и хвороба... То есть, человек до тех пор, пока она не получила результаты, она не то, что не безопасна, а правда, она должна быть в самоизоляции, а не лежать в терапевтическом отделе. То есть, в моих словах, если я написал, что данная человек есть подозривание, то это не есть брехнею, потому что я имею право подозриваться. Я ношу маску, я тоже могу всех подозриваться. Так само вас. Можем подозриваться, что вы не будете перевозить данную в дру. Не подожди. В данной статье было написано, самое слово подозра, а не звинувачення. И тем больше не написано, что есть банк. Давайте поднимемся текст. Так, вы можете поднимемся текст. Текст есть. Ну, вы же сделали скриншот. Он у вас есть. Так, и у вас он есть. Знаете, кто вас сейчас смотрит? Офис президента, я смотрю, смотрит. И министра Степанов. Так. Ну, давайте поднимемся текст. Чтобы мы не говорили. Давайте поднимемся текст. Уже цей текст переделился с очень много адвокатов, с очень много подписчиков. Просили его через 5 минут, он был вердогонный, но у вас это не влаштовало. А если вы заявляете, что, первое, у нас нет спор на перенавирус, на COVID-19 и так далее, тести не проводилися, потому что, зі слів медперсоналу, в АТКИ 25 тестов сделали за власний кошт. Я бы сказал, что они придбались за власний кошт. Но я тебе пытаюсь. Мова идет про северную медицину. А где тогда тести для населення, чтобы провести? А почему вы писали заяву в суд? Питание было до медсестры, которая работала в амбулаторії. Почему вы подавали? Почему вы позываете в суд? Так, подивите. Если там в первом... В ответ, будь ласка, на эти вопросы. В первом абзаце ишла мова про то, что в терапевтическом отделении лежат хворие с подозрением... Я точно читаю. Я читаю. Так. Увага, слушайте, про реальный стан справ. Что-то новое такое, да. Ну, что-то там, что-то там. Там есть одна группа. Шановные жители... Это текст не редагован. До редагования. До редагования. Шановные жители Узина, прошу внимательно слушать реальную ситуацию в нашей Узинской лекарне. Где там сказано амбулатория, семейная медицина. Мы, как граждане, не обязаны в ваших юрисдикциях разбираться, где есть лекарня, где есть амбулатория, и так далее, и тому подобное. И первый пункт. У нас на стационаре лежит три людини с подозрой на COVID-19. Обслуговуючи к лекаре, началась истерика через повное игнорувание и замучивание ситуации с адміністрацией. И как я могла это решить? И чему я тебе публикации у вас три людини появились уже с первого дня в COVID-19. Стоп, стоп. До сегодняшнего дня. Где есть три людини в стационаре? Нет, там не написано жодного слова. Про стационар. Но вы все скидаете в одну кучу. Мова иде про стационар. В стационаре у нас не было. Вы людей с пневмонией выписали завчасно додому. Чому не віддомо? Дані люди, демоги. Звідки это вы ждали? Одна из этих трех людей. Одна из этих трех людей, яка на первых веках. Назвідки. Мы можем тогда как стежковать. Назвідки. Но не вам название. Назвідки я могу назвать. Алло. Это без предметной разговора загибает. Это без предметной разговора. Вы просто взвинувачиваете не понимающего. Но вы утверждаете, что мы видим, что COVID-19 почему пишется. Я утверждаю, что это диагноз. Но они не лежали в стационаре. А может это просто... И данная информация между официальной информацией УЗНА и официальной информацией области почему-то расходится. У нас пишут три, а там пишут четыре. Это я не понимаю. Почему под копировкой пишется уже добрый месяц? Я поясню вам то, что одна из людей, то есть эти трое, в которых идет информация, их наблюдает УЗНСКА амбулатория и выявила их. А та четвертая люди... И наблюдает дома. А та четвертая люди, которые выявлены в УЗИНИ, были... Они на самоизоляции. ...были зафиксированы самим в УЗНСКИЙ лекаре. Нет. А кем они были зафиксированы? А были зафиксированы в УЗНСКИЙ амбулатории семейной медицины. Амбулатория семейной медицины. Это РИЗНСКИЙ. УЗНСКИЙ. В УЗНСКИЙ. То есть лекарями УЗНСКИМИ. Да. Так. Знайдено тут. Але чомусь розходится... ЧИСЛА. Вы же не даете сказать. Протокол... Побачите? Вы чомусь зараз розділяете одних медиков... Это мой протокол медичного права. Но мы две різні юридичные организації. Зрозумейте это. Тоді, как я мала право, выписать, как вы уже... Как вы думаете? Выйшла мова про стационар. В документах заражені люди, они не вписываются. Это в стационаре, это пишется там в поликлинице, а это еще десь. Это все люди, которые тут находятся дома. Вы же понимаете? В период пандемии не ликуются. Ци трое находятся на самоизоляции. Самоизоляции где? Где самоизоляции? Нет, так лежали же они с пневмонією в лекарне. Послушайте. Скажите, если мы с этим... Да, вы успокойтесь. Где наша самоизоляция? Сейчас. Дайте, будь ласка, хвилинечку. Я припиняю в таком тоні з вами разговариваться. Тримайте себя в руках. Все. Досить. Я больше не буду с вами разговаривать. Я спокійно. Я спокійно вам говорю. Я відмовляюсь. На какой педта відмовляетесь зі мною спілкуватися. То есть, зі мною спілкуються невосточно. Вас влаштує, якщо, наприклад, ми, як звичайні громадяни, вийдем, а з вами залишиться правозахисник. Будь ласка. Давайте, я поспілкуюсь. Дайте, я ж мне так скриншот цими почитали. Ні скриншот, а протокол. О, не скриншот. Можете почитать. Протокол, свідідідідній збори, і на останній страниці моя фамилия, де я у свідідідній збори. Це все лежить в менюсте документів. Установча і вбори. Видите, там спілка, как называется спілка? Ні, пока не було. Ну, почитайте. Це якесь кошмар? Це якесь кошмар? Це якесь кошмар? Я сейчас занимаюсь, я на самом деле помогаю медикам, но, знаєте, коли викрываються такі моменти, я начинаю работать. Установча і вбори, і встановлі, і встановлі, і вспілки. Да, вспілки. Так, читайте. Можете все почитати, я подожду, у меня є время. Якщо не доверяєте. А на последній страниці написано мої дані. Читайте. Вначале все написано. Ну, не ж, не предпринимателі ж, не перевозчі. Мне врать вам не нужно. Ну, можете мою фамилию узнать в СБУ, в милиці, вони вам скажуть, хто я. Даже можете не читать. Все узнаете. Я же по всей Україні на протяжі двух уже месяц. Кому-то помогаю в больнице, а с кем-то борюсь. Вот сейчас пытаюсь понять, здесь вам помочь, либо бороться с вами. Вот я думаю, что у вас информация... У меня информация ту, которую я в суде почитал, понимаете? А в данный момент мне это не понравилось. Только почему? Потому что медики так же мне пишут. Город Даузина. А я не буду вам говорить, кто. И написали, что вы лично дали распоряжение, молчайте. Я никому не давала. Вы дали негласное распоряжение на пяти минутки. Если хоть один медик напишет, хоть где-то что-то, будет уволен либо сокращен. Ну вот это неправда. Ну как медики пишут, что просто на вас наговаривают. Это неправда. Ну вот скажите. Я правда, вы понимаете, по-перше, оскільки это, я так зрозумела, зі слов сказано, медсестры семейной медицины, может, это она давала, а им же все равно, вы что видите? Вы не поняли, ваша больница стационарно писала мне о том, что масок нормально нет. Маска выдается, одна маска, дай бог, чтобы на сутки выдалась. И если кто-то из медиков пожалуется, кому-то где-то напишет, то будет уволен, если будет эта фамилия озвучена. Поэтому анонимно... Вы бондарчи что-то? Нет, вы вниз, 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 и вот здесь вот сверху в протоколе, в протоколе, вот в протоколе, видите протокол? Моя вторая фамилия есть. Мои паспортные данные. Хотите, можете сверить. Ну, чтобы вы не думали о том, что оно здесь неправильно. А сверяйте... Порядок, да, Аминь? Дайте сюда. Есть вот протокол, видите? Учредительный сбор. Сверяйте, вторая фамилия, Гура. По протоколу установки гури в основнике всейукраинской Теперь вот берете вторую фамилию Гура, видите мою фамилию? Антон Сергеевич. Сверяйте паспортные данные. Сверяйте. Вот мой паспорт. Гура Антон Сергеевич. 12.02.12.12.12. Смеряйте индифекционный код. Не, ну раз вы уже не верите, понимаете, надо доказать вам, кто я. Я зашу собрать. Пишите. Гура Антон Сергеевич. Так вы сможете потом ко мне в фейсбук зайти и все увидите. Вы же есть в фейсбуке. Я знаю, что есть. Ну вот, видите, я же уже все знаю. Можете ко мне зайти и уже все пересмотреть, и вы поймете, кто я. Поверьте. Два месяца езжу. Кому-то больницам помогаю, даже защиту даю. А у кого-то требую. В данном случае мне бы очень хотелось увидеть вашу защиту, чтобы убедиться в том, что это неправда со стороны медиков, в том, что она есть у вас в больнице. Значит, девица. Я так понимаю, что весь цей запись десь приводит то, что я написала на пост Нерубайского заяву. Нет, нет, нет. Но неправденно. Моя запись идет в том случае, я хочу подтвердить либо опровергнуть. Медики смотрят сейчас, ваши же медики смотрят мою запись, чтобы понять, правда это, либо нет. И медики сами убедятся. То есть мы сейчас идем, к примеру, на склад, либо в отделение, как это обычно по всем больницам. У меня сейчас такси. Вы принимаете право эти земные на склад, прибытием на проверке. Вы знаете, после этого приезжает СБУ сразу, я вам сразу говорю. Как только человек это говорит, сразу СБУ приезжает. Тут вы видите. Вы хотите СБУ, проверку КРУ и все остальное? Максим Степанов. Я не могу сказать, что я хочу. Максим Степанов, директор КНП, отказывается представителю медицинского профсоюза и гражданскому активисту показать средства защиты. Максим, это то, что мы с вами говорили в Полтаве. Помните, на встрече, значит, когда я вам сказал... Подождите, я сейчас Максиму говорю, я сейчас договорю Степанову, после этого скажете. Это то, что я вам говорил, что некоторые директора КНП на самом деле, то, что вся информация, которая мне попадает в личную, это правда. В данном случае я могу утверждать, что скрытие защиты есть в этой больнице, мне ее не хотят показывать. Причем, я вам скажу, что мне областные больницы показывают, представляете? Я просто сомневаюсь в юридичной правомощности ваших дел. Вы только что увидели. Вы можете сейчас позвонить в Минюст и узнать, есть ли документы на подписание, на переписание этого протокола. Я даже не в документах. А в чем? Я померчу, представник... Представник Минюстов и ты еще прав в союзу мая права. Мая права. Я сомневаюсь. Можно я проконсультуру? Консультуйтесь. Я право, и ты на склад, показывать вам и так далее. Средства индивидуальной защиты, которые выдаются государством. Не то, мне не интересует... Мне государство важно. Подождите, а теперь государство. Нам дало маски и есть зависть от этих масок. Государство нам дало рукавички и есть эти рукавички. Плюс у нас была и есть благодейная допомога. Ага. Вы хотите это побачить в наявности, сколько целей? Конечно, потому что медики жалуются, что вы не даете им. Понимаете? Я не знаю. Давайте я сейчас запрошу головную медсестру, яка выдаешь. Так, мне надо видеть это. Люди видят. Без проблем. Вот сейчас щитки мы отримали от благодейной допомоги и сегодня раздали поликлинику. Хорошо. Зараз я позапрошу головную медсестру. Давайте зайдем в рентген кабинет, где у нас одягнуты их заставки. Поймите, мне не рентген кабинет. Медсестра, которая работает, медсестра, которая работает в отделениях, они потребуют захиста. И этот захист должен у них мать. И вот здесь есть вопрос о том, что у вас может нет. Анатолия Николаевна, зайдите, пожалуйста, и возьмите щитки, которые мы отримали. А теперь есть такой стандарт использования «Засоби индивидуального захиста». Там написано, когда и какой захист должны использовать в стационаре. То есть, у нас нет хворих с подозрой на COVID. У нас нет хворих с респираторными симптомами, их двое с пневмогеном. То есть, медсестра должны быть обеспечены медичными масками, изоляционными халатами при физикальном обстежении хворих с респираторными симптомами, мусить мать захвистачей и рукавицей. Это у вас все должно лежать на складе, как минимум. Ну, все есть. Ну, давайте посмотрим. те, которые, без проблем, может, те, которые боятся, почему боятся? А смысл? Нет, девочка так и написала, говорит, раз, одна маска на сутки. Это нельзя делать. Не важно. Одна маска на сутки. А вы знаете, что в всему свете их не достачает? Подождите, стоп. Так вы просили эти маски у государства, чтобы вам выдали эти маски? Вы лично, как директора КМП, вы писали заяву? Не на активистов заяву, что они что-то говорят, а заяву попросить, чтобы вам дали маски защиты. А я написала про неправдивое поширение информации, про наявность хворих с подозрою, которые перебывают в терапевтическом отделе в стационаре. В том посте я прочитал, знаете что, не ту информацию, а самое важное меня задело в том, что он написал, Артем, что нет нормальной защиты в больнице. И это меня возмутило. Как нет нормальной защиты у вас? А чтобы вы не видели, что я про это не написала ни слова. Мова йшла только про то, что он распространялся, тогда все боялись панично. Не, не, не. Вы скажите, вот пожалуйста, есть такие щитки. Ну, щиток один-то я вижу, понятно. Вы не поняли. Смотрите, мне важно, что мы говорили. Вот я сейчас вам рассказываю. Ваши медики жалуются, что нет масок, что им приходится покупать эти маски, что вы им не выдаёте. А если и даёте эту маску несчастную на сутки, и она ходит, мучается в сутки в этой маске. Ну, я знаю даже, кто это написал. Не важно, кто это написал. Важно, что это медик. И важно, тот медик, который работает у вас. Фамилию называть не буду. Есть маски? Есть. А в стационаре выдаёте маски? Да, в стационаре выдаёте маски. А, вы поликли. И в стационаре точно так же выдаёте маски. Ну, мы сможем увидеть на складе, чтобы были маски. Вот я вот прихожу, заснимаю вот это всё, чтобы весь вся Украина видела, что есть маски, и это враньё. И медики соврали. Просто, что масок нет. Ну, давайте так, честно. Мы отримали 3000 масок из державы, и мы их использовали от буквально сегодня. О, и у вас больше нет масок? Есть. Есть. Давайте посмотрим. Я покажу вам, да. Буквально сегодня областная департамент охороны здоровья просит дать потребу. Очевидно, для того, чтобы поделиться, что у нас есть, что нет. Смотрите, ситуация в следующем. Если у вас масок нет, и вам их не дали, у меня есть в машине маски. Я вам могу дать многоразовые маски для девочек. Если у вас нет масок. Вот серьёзно говорю, как есть. Сейчас на камеру говорю, прямозапись. Я могу вам дать, у меня много масок. Значит, мы уже говорили с главной медсестрой и навіть раздали с самого початку, когда всё это начиналось, закупили марлю, чтобы пошить эти марли навіть багаторазовые. А потом появились одноразовые. Вот если будет уже патова ситуация, и не будет взагалі одноразовых масок. Вот сейчас на складе много одноразовых масок? Мало. Вот мы пишем в департаменте... это правда всё-таки, что не хватает масок, понимаете? Вот о чём я сейчас пытаюсь достучаться до вас. Я вас не хочу обвинять. Я вам просто говорю, что если вы не можете дать... Вот, объясняю. Если нет, мы сейчас приходим, вы говорите, Антон, вот у нас осталось такое количество, сори, извините, у нас реально нет, вот мы пытаемся сделать. Я вам просто сейчас беру, с багажника достаю и отдаю на отделение девочкам, пускай пользуются. Но мне важно знать, да, это или нет, потому что многие директора КНП врут. Эти маски, которые им идут, они просто потом перепродают в аптеках. Это я уже... Я сейчас не говорю про вас. Я сейчас говорю не про вас. Я говорю, многие директора КНП такое делают, понимаете? Поэтому я пытаюсь словить этого директора, кто этим занимается. Понимаете, я тут уже смешала всё в кучу, что вы сказали на пяти минутки, не дай бог, кто сказал... Да, что масок, что защита... Если кто пожалуется в Фейсбуке, либо кому-то напишет, либо что-то ещё будет угодно. Я знаю, я знаю, что это всё говорилось в амбулаторе и семейной медицине, в конце концов. Чтобы не говорили ни той информации, которую они не знают. Точно так же, как медсестра первичного кабинета сказала про хворих, которые лежат с подозрой на ковид-стационаре. Вона працюет в семейной медицине, працюет медсестру первичного кабинета. Ну и звідки она взяла, что они там лежат. Ну вот скажите мне, может, сказали, чтобы не рассказали, ну, оцю неправдимую информацию не подавали. Хорошо. Вы можете сейчас опровергнуть? Опровергните её в реально... Мы посмотрим и опровергните. И всё. Я уеду, не буду вас мочить. Про пневмонию. Это не у меня... Не со мной мова идёт. Активисты меня пригласили, сказали, здесь есть проблема такая. Больше того проблема озвучивалась амбулаторой семейной медицины. Разбирайтесь с ними, что в них есть, что не надо. Хорошо. Мне сейчас важно знать по стационару вашему. Потому что девочка стационара написали, понимаете, и я сюда приехал. Понимаете, это тоже слова. Ну скажите, вы можете... Так, давайте так. Вы просто поймите, что вас сейчас вся Украина смотрит, все ваши коллеги, офис президента, министерство здраво все смотрят. Вы представляете? То есть, если сейчас вы не покажете, что у вас на складе, они этого не увидят. Сейчас придерживала нам и сестра, у нас невеликой лекарной, у нас немае складов. У нас все... Подождите, вы сказали, что у вас есть на складе. Ну... Вы же до этого сказали, что у вас на складе. Подождите. У вас есть склад? Я на базе склад... Не, не, не. Склад это может быть просто кабинет, и лежат в коробке, да. Ну... Нет, а подождите. Я сначала позвоню, чем уже я... Да, давайте звонить. Можете даже полицию, на самом деле. Даже будет интересно, когда полиция приедет. Обычно так происходит интерес. Когда полиция приезжает, нам уже становится интереснее. Я уже привык. Представные к всеукраинской... Медичной проспилке, да. Там длинное название, просто медичная проспилка. А почему вы берете документы в свои проспилки? Потому что переподача документов. На переподписание. Ну, вы можете смело узнавать в Министерстве юстиции, есть ли эти документы. У меня в контакте Министерство... Можете на горячую линию зайти. Господи, все очень просто. Показали, я бы ушел. Но вы сами создаете проблему себе. Зачем я понимаю? Почему? Это проблема. Оно будет у вас потом проблема очень сильно. Я не понимаю, зачем. Неужели вы не боитесь? Нельзя же так делать. А чего я должна бояться? Ну, бояться вот этого, то, что вы делаете. А что я делаю? Ольга Ивановна, добрий день. Скажите, пожалуйста, при чем представник с камерой всеукраинской медической проспилки и... Хочу побачить запас засобей индивидуального захисту. Я могу, я маю право ему цепи? Чи він має право, припустим? Представник всеукраинской медической проспилки. Медичної проспилки. Гура Антон Сергеевич. Ну, в следующий понадобль, да, всеукраинская спилка. Господи, Максим Степанов, что у нас происходит в нашей стране? Вы же адекватный министр, посмотрите. Да. Можете посмотреть мои стримы, я с ним общаюсь. Максим, это капец, я вам честное слово говорю. Честно не знаю, чему же я вам вот так и пришли. Без документов, таки показали мне на телефоне. То есть, давайте так, на камеру скажите, что вы отказываетесь, и я ухожу. Я не отказываюсь, я жду, сейчас верить на минуту. Я понял. И я же не сказала, что я отмечаюсь. Я сомневаюсь просто, что я могу... Вам знаете, уже проще сказать отказать. Я уже так устал, что в кабинете у вас такая аналитика плохая. Я очень аналитический человек, я чувствую, что аналитика очень плохая. Я чувствую вранье просто, поэтому я вам говорю, есть... Вы с добром пришли, они пришли, я с добром пришел, в том-то и дело. Я вам только что предложил, если я убеждаюсь в том, что у вас там ничего нет, я вам помогаю, даю маски. Вы отказываетесь. Ну что могу сделать? Вы можете меня в суд подать, что я не с добром к вам пришел. Я не знаю, какая-то статья, конечно, но можете придумать. Кстати, знаете, кто у меня адвокат? Валерия Лутковская. Знаете, кто такая? Это мой адвокат. Это мой адвокат. Поэтому, если вы хотите потягаться, давайте будем тягаться. Я не собираюсь на вас никуда подавать. Не, ну и вы, вы просто, я вижу, любитель подать в суд, поэтому можете на меня в суд подать. Ну, можете, серьезно. Я могу даже вам данные дать свои, можете уже писать заявление. Знаете, на что вы можете написать? За то, что я потребовал от вас средства независимых защит. Показать. Ну, вы уже просто издеваетесь. Нет, ну вы сейчас не, сейчас вы издеваетесь, потому что на самом деле мы могли бы, знаете, проще взять, просто прийти, говорить, Антон, вот посмотри, это все вранье, то, что соврали, вот у нас такая ситуация. Вы же видели, что я же с вами не скандал. Я просто задал вопрос и стоял. Вот, если вы пришли спокойно и действительно меня спросили, может, вам треба помощи, покажите, что у вас есть, потому что я турбуюсь за медичных работников, то, возможно, это так и было бы. Мы пришли за скандалом, обвиняете меня сразу, не разобрали, лично я вас обвинил, лично я вас обвинил, мной было сказано обвинение в вашу сторону, скажите. Еще раз говорю, вы пришли не сам. Вы не поняли, я могу идти с кем угодно, вы не понимаете, я могу идти с кем угодно, лично я вам что-то говорил, оскорбительное, обвинительное, я вам говорил, я просто задал вопрос, кто вы, что вы, потом вы задали мне вопрос, кто я, и в тот момент, пока активисты общались, я показывал вам документ. После этого, когда вы сказали о том, что я не хочу общаться с активистами, буду общаться только с вами, они вышли, я с вами в нормальном режиме начал общаться. Мова шла, я не хочу общаться, а в таком тонне, как они стали спілкуваться. Я понял. Я сказал, что я не буду спілкуваться. Давайте так, я за них извинюсь. Я извиняюсь за то, что я пришел с такими активистами, которые на вас накричали. Я за это извиняюсь. Вот реально честно. Вот не даже без... Извиняюсь, потому что не знал, что будут такие эмоциональные ребята. Окей, я без эмоций. Я привык уже два месяца езжу по Украине. Меня знают все директора КНП во всей Украине. Представляете, у меня вы второй человек, который отказывает. Первый человек в Чернигове был, который уже попался на том, что там есть, и мы будем разбираться. Второй теперь вы. Представляете, сколько я без Украины. Я не отправляюсь. Просто так, как вы пришли с претензиями, с разом всеми активистами, я снижаю, что я маю... Ну я же вам сейчас объяснил все, рассказал. Ну, господи, сейчас мы все... Все я вам покажу. Что у нас есть? Что у нас было? Сейчас они там быстренько найдут, что туда в кабинет положат. Я так понимаю. Откуда они... Ну не знаю, откуда достанут, быстренько что покажут. Ну откуда ж я знаю? Откуда? Ну я ж не знаю. Значит, если все это под ключом головной медсестры, она сейчас сюда прийдет. Откуда кто достанет? Ти медсестры, которым дали и сказали, не використовуюсь. Ну, просто... Отвечайте, я бы уже давно уехал бы, вы бы уже ушли бы себе спокойно там по своим делам. А так получается, я вас держу, вы меня держите. Я вас держу только потому, что хотят медики убедиться. И я хочу на самом деле уже с медиками убедиться. Так это или не так. Вот и все. Если это так, я вам даже помогаю, даю многоразово, у меня запакованное, красивое, хорошее. Ну, многоразово, вы знаете, что люди зараз хотя бы 7 медичных и хирургических масок. Ну, знаете, как вы же сами сказали, что вы марлевые будете шить. Ну, это с самого начала, когда не было тех, которые мы отримали от Департамента охраны здоровья. Да, мы отримали. Так если у вас закончилось, вы должны были это раньше сделать. Вы должны были как минимум 2 недели назад написать это на департамент. Вот Максим Ионов еще был. Максим Ионову писали, кстати? Ионову. Был такой начальник департамента. Вот его недавно буквально. Вы ему писали? Ему нет. А почему вы не писали начальнику департамента? Кстати, он тоже вас видит. Максим, посмотри. Он просто в друзьях у меня. Ну, я так думаю, что не только нам не хватало масок. Правильно, все, кто пишет, тому дают. Понимаете, в том-то и дело. Потому что если бы написали, бы потребовали. Потому что, ну, реально такая ситуация. То вам бы... Мы сейчас покажем нам маски, все сейчас покажем. Правило, что вот на меню это маска, это маска 2 години. Ну, я вижу, что она не та, которая обычная, стандартная. Я это вижу. Ну, сейчас я же в административной будилье, правда? Да. И в принципе, я могу на ней коррестоваться. Можете. Да. Я многоразовую коррестоваться. Но гораздо, но это проще. Да. Ее постирал, обработал, и по новое дело. И не надо ничего тратить. Никакие средства, скажем так. А медики жалуются, что им приходится покупать за свои деньги. Вот и все. Ну, я не могу вам фамилию назвать, уж понимаете. Что купей в маске для... Не могу вам назвать, потому что я боюсь за этого человека. Ну, что вы можете уволить, либо Дагану сделать, либо еще там... Дагану за что? Ну, поверьте, вы директор КНП, вы можете найти за что Дагану. Знаете, я не занимаюсь таким. Ну, я очень надеюсь, что вы честный и порядочный человек. Честный и порядочный директор. Что касается этого дописа... А вы опять про допис. Да. Ну, я ж к вам не с дописом пришел. Причина вся в этом дописе. В тот момент, когда в стране карантин, когда в стране пандемия, когда кругом паника... Антіна Ивановна ждут вас. Добре. Когда в стране паника и писать, что в стационаре лежать хворие с подозрою на COVID... Ну, це принаймні хоча б треба було розібрати всякі ситуації. Ну, я понял, но это ж не я писал, правильно? Ну... Моя задача другая. Я... Знаете, почему у меня прямой эфир? А теперь вас використовую. Не, вы не поняли. Знаете, почему я веду прямой эфир, чтобы запись не было? Для того, чтобы было четко понятно. А у нас же уже был суд, я уже отставил одного медика. Медик сделал репост моего видео о том, что в больнице в одной не было масок и все остальное. Потом это доказали. На самом деле, я же привозил им маски в тот день. И маски, и средства, наверное, защиты выдавал. Понимаете? И врач сделал репост. Да. 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 Это украинские проспилки. Да, 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 да. Заходь, паціонант. Присядь. Они керуются тем, что медсестра стационару написала, что... Скаргу у нас, в нашу проспилку, о том, что немає захисту. Немає засоби захисту. Главная медичная сестра стационару. Добрый день. Добрый день. Ну, я не думаю, что медсестра є членом святеринской простойки медики. Вона є членом, для речи, что медсестра членом... Я вам нічого не можу казати про данные тех, кто мне пишет анонимно. Анонимно може сказати? Анонимно? Конечно, анонимно. Анонимно може. Не, ну, здесь просто надо убедиться, да, да, нет, нет. Вот сейчас мы пытаемся с директором выяснить, директор не хочет показывать, что у вас есть маски, либо у вас их нет, понимаете? Поэтому мы ссылаемся на то, что что-то здесь скрывается все-таки. Я считаю, что мы что-то тут скрываем, да. Ну, просто объясните, что это видит офис президента, сейчас прямом эфире, то есть министр МОЗ, все-все-все, то есть это видит. А, ну, мы говорим, что ВНВД прямые, потому что это стрим... Чтоб нельзя было наклаб сказать, что это я... Министром охороны здоровья, офисом президента. Да, да, да. Ну, чтоб мне потом не сказали, что я вру что-то. Нет, не журналіст показал мне тільки свой паспорт и показал... Протоколчный сбор. Протокол без дати всей украинской профспилки медики. И он там в числе комиссии... Владимир Александрович Зеленский, я вам передаю огромный привет. Значит, больница УЗИН. Я вас очень прошу. Господин Баканов, сформируйте, пожалуйста, документы и людей сюда, СБУ, в город УЗИН. Почему? Потому что юрист, юрист сейчас пытается там какими-то там... Чтоб только не показать, что здесь что-то есть, понимаете? То есть они все полностью скрывают. И директор, и... Я так понимаю, вы сейчас не ответите ничего, потому что вы же все-таки подчиненок директора. Я вам расскажу, как оно есть. Месестра написала анонимно о том, что маски не выдаются. Выдается одна маска за сутки только, и все. Я пытался выяснить этот вопрос, и ничего не получилось, понимаете, с директором КНП. К сожалению. Я понимаю, что вам вопрос бесполезно задавать, потому что вы также не хотите. И, кстати, вот смотрите, как видео происходит. Давайте сфотографируйте меня так. Нет, я документы. А, документы, да, конечно. Мои документы фотографируют? Нет, вы можете только переписать. Фотографируйте, вы не имеете права. Вы же знаете. Я? Да. Записать вы можете. Гуран Антон Сергеевич. Ой, я буду с вами судиться, я чувствую. Валерия, готовимся на суд с этим директором. Мне уже это нравится. Прокажем на всю Украину. Так, что еще интересует вас? Данные? А вот циферки вот эти переписываете, видите? Это же ади, ади. Ну, конечно, я же не могу вам давать паспорт в руки. А то вдруг вы потом кредит на меня возьмете. Ну, зачем вы такие глупости? Ну, вам же нужен мой паспорт. А потом можно ваши паспортные данные так же? Потому что мы будем друг другу подавать в суд. Помните? Я не собираюсь на вас подавать. Как это? То есть вы сейчас говорите, что вы не себя... А зачем вам мои паспортные данные? Не-не-не, фамилию, имя, отчество, да. Вы записываете мои данные паспорта. Это для суда. Принаймне. Я не запизданную. А то, что вы не слышали, вы думаете? Значит, вы пришли на ходу, вы думаете? Нет. Ну, данные паспорта для того, чтобы понимать, где моя прописка, где я живу. Я не подавлю вас. А вы же... Нет, это же ади, вы же по номеру можете прописку уже узнать. Вы знаете ади? Я не собираюсь. Итак, давайте так, подытожим. Значит, опять же, Максим Степанов, слушайте. И вы мне ссылаетесь на что не показывать, есть у вас защита или нет? На что вы ссылаетесь? Я не разумею ваших данных важен. То есть, вы ссылаетесь за то, что вы не понимаете, и мы их повноважим. То есть, я как гражданский активист, как человек, который волонтер, который уже засветился во всех телевизорах, которые только есть в интернете, все меня знают от прокуратуры СБУ. Не знаете, и мы их повноважим, и не собираетесь показывать человеку, которому написали анонимно медсестры о том, что у вас здесь происходит, вы не собираетесь показывать защиту. Я вас правильно понимаю? А, медсестры анонимно вам написали? Ну, естественно. Попросили, чтобы я их данные не указывал. Понимаете? Потому что вы их можете уволить. Я могу их уволить? Да. Ну, это бред. Ну, давайте так. Хорошо, давайте мы за разъездом терапевтической вегинами, испытаем медсестру. Вы не поняли? Да, маски, да. Вы готовы ехать терапевтической? Почему вы не можете мне показать на складе вашем? Нет, подожди. Вы готовы у меня терапевтическое отделение вести? Че есть вон и зараз маски? Че они ходят сейчас в маски? Давайте поднимем. Вы не поняли? Подождите. Вы сейчас готовы со мной ехать, не знаю, куда? Нет. Вы можете мне показать? У вас в кабинете защита лежит? Не смотрите сейчас на говрача, не надо. Не надо, не надо. Вы сейчас смотрите, чтобы подтвердить, да или нет. У вас в кабинете лежат защиты? А почему не ответил главный эмиссар сразу? Потому что я подозреваю, что у вас его нет просто в кабинете. У вас же нет ничего в кабинете, правильно? А откуда же я выдаюсь? То есть у вас сейчас подтверждаете, что у вас в кабинете ящики лежат со защитой. Не смотрите просто на главного врача. То, что нам выдали в департамент, пишут на тех масках, где мы выдаем. Еще раз вам говорю. Мне сказала главврач, что у вас в кабинете лежат коробки, где есть вся защита. И вы оттуда вы даете на всем, кому нужно. С вашего кабинета. Ну то есть у вас сейчас есть кабинета. Если мы сейчас смело пойдем, то мы это все найдем. Правильно я так понимаю? Мы не найдем, а я как-то найдем. Я что-то не понимаю, верите? Я не понимаю главную медсестру. Она русский, ну давайте на украинском мове я вам говорю. Вы цепляетесь к словам. Я не цепляюсь. Вы знаете, найдем, мы что, шукаем. Подождите, вы сказали, что у главной медсестры в кабинете есть коробки с защитой. Мы сейчас переехали с вами в терапевтическое отделение и подивилися, люди сейчас в засобах или нет. Вы не поняли. Сейчас они могут, да, потому что уже в козивке были и все одели. Мне важно знать, защита есть. Кому я встегла дать в козивку, когда я тут сижу? Подождите, я вас сейчас спросил. Вот я сейчас спросил. Если мы сейчас идем к вам в кабинет, у вас все коробки есть с защитой? Есть у меня защитой. То есть вы подтверждаете это. Мы сейчас заходим туда и там есть все. Да, я в нем выдаю. И почему тогда главврач боится прийти сейчас к вам в кабинет? Вы, я не знаю, ваши полнообразные. А если я вам дам телефон? Чей? Мой телефон. Так было у меня вчера с главврачом. И она просто пошла, не выключая прямой эфир. Да. Заходит в кабинет. Да. Все раскрыли, показали. Она говорит, Антон Сергеевич, вы увидели все. А я смотрю со второго телефона, прямой эфир. И она выходит. Так мы можем сделать? Подождите. Вы сейчас идите. Я туда не захожу. Вы идете с телефона. Это одно и то же, что вы сфотографировали, что мы идем с вашим телефоном. Так это телефон. Вы просто покажете. И все. И я туда не захожу. Давайте зайдем в терапевтический отдел. Вы не поняли. Я сейчас еще раз говорю. Сейчас в терапевтическом отделении 100% уже маски есть. Я уже знаю. Далее. Нет. Стоп. Подождите. Ну подождите. Ну подождите. Главная медсестра была до этого медсестра. Послушайте. Ну почему вы не можете показать? Просто зайти в главную медсестру. Сейчас увидите эти коробки. И все. Я сразу уезжаю отсюда. Поверьте. Сразу вопрос снимается. Сразу же. И я забываю про город Узин. Почему это же нам показали? Поясните мне. Это правда. Серьезно. Это правда. Ну потому что анонимно написали на наш профсоюз сообщение, что пожалуйста приедьте. Пожалуйста, покажите. И пускай вам покажут, что он есть. Хотя бы чтобы мы знали, что он есть. А дальше мы тогда будем говорить, что мы же видели у Антона. Чтобы знали, что мы есть. Так выдаются маски. Выдаются халаты. Выдаются буквально щитки. Что значит, чтобы мы знали, что есть. Вы понимаете, что вот это все, то есть это как по факту сейчас скрытие. Ну просто вы скрываете информацию и все. От общественности. Вы же не хозяин этого помещения, не хозяин этой больницы. Вы директор. Я знаю. И вы скрываете от общественности. Понимаете? Я знаю. А что такое общественность, вы тоже должны это понимать. Это резонанс. И сегодня это может быть в выпусках новостей о том, что директор КНП просто скрыла факт того, что у нее защита есть, либо нет. Ну зачем? Значит, видите, можно я в дежуре, я паритуюсь, и не знаю, что я имею в виду. Ну мне не надо в терапевтию ехать. Я хочу просто видеть на складе ваш. Понимаете? Как у нас в цели в теме примещения. Ну, там, где главная медсестра сидит. Мы туда можем пойти. В кабинет главной медсестры. Да. Идемте. Идемте. Я даже выключаться не буду специально. Не-не, я выхожу, все, я выхожу, я выхожу. Все-все, переодевайтесь, конечно. Так, я сюда вышел, да? Я говорю, я фотографии, где вы писали, что готовы до COVID-19, и что нема. Я говорю, масок там не было. Вот это пристояло. Оооо. Мне этого стоило. Чтобы вы понимали, нервов таких, что у меня же голова гудит от того. Представляете, насколько... Потому что еще комментарии написали. Я упертый, я не спорю, ребят. Я упертый до ужаса. Но настолько, чтобы это было тяжело, у меня голова аж болит. Я не знаю, увидим мы сейчас или нет. Мы же забрали машину, там тоже может сралишься. Мы же хотим забрать машину, мы забрали белье. Сейчас все ради, насколько белье чисто, прекрасное белье. Вы же понимаете, что не вихід возить его церковь. Вихід, сейчас по медицине и Рокитне, и Белоцерква, и Тетейев все возить. Потому что, если у лекарнях было такое белье, что... А что делать этим двум людям, которые были звільнены за то, чтобы правильно носить? Мы им предоставили, они уже... Что сами предоставили? Одна працюет в терапии, а другая предоставляла. Она сказала, что я не хочу, мне 77 лет, и она может працювать? Что здесь на сей. То моих данных вы не просилися залишиться, а их не заставили? Опять же, неправильно. Я не людей, человек справедливый. Нет, давайте, мы публикации сейчас стали. Нет, так же, девчонки с ним не хватило стасадов, масок немає. И вы скажите, что мы готовы встретить, какой-то дядь. Сто процентов звонит, конечно, сто процентов. Ну подождите, даже если она позвонит, даже если кто-то принесет. Вы помните, что сказали только у главной медсестры ключи? Нет. Главная медсестра сейчас со мной здесь, поэтому либо в кабинете есть еще у кого-то ключи, либо у главной медсестры только. Давайте мы сейчас посмотрим с вами. Слушайте, ну я аж красный. Вы понимаете, насколько мне было тяжело добиться хотя бы того, что да, поехали. Почти целый час я компосировал себе мозг. И компосировал мозг директору КНП. Антон, диваны, Антон. Да что с диванами? Ну скажу, что гуманитарка. Там переодевается, она сказала не заходить, переодевается. Сейчас мне только что директор КНП сказала, что все раздали. 3000 штук было и все раздали. До ковита маски были. После того, как это, после публикации, пожалуйста, два мальчика. До того не было, потому что медики, особенно у меня, что давали две мальчика на несколько дней. На несколько дней было. И я фотография. Да не спустя, что вы. И все писали. Для вот сфотографованы девчатка в матерных масках, без бакил, ничего в стационаре, где есть и дозра. Вы понимаете? Они не имеют права слова сказать. Они ходят в том, что сами поширили. Они это не скрывали. Нет, так это и написали мне, что здесь заставляют шить. Обычно, да, одяг. Обычно. Нет, я знаю. Может, оно и правильно, что марлова повязка краща, чем те, что деякие привозили кандидаты. Но, скажите, что уже маски тогда надавались, но такого не было. Ну, скажу, марлова может и краща, но все описывали всю ситуацию. Так, ну что, где еще там? У нас даже, я хотела показаться, заблоковали всех, да. А у вас эти группы, которые... Нам, наверное, приносят из других групп люди, которые делают скриншоты и присылают нам особистыми поведомлениями. А эта группа, нет, ну эта группа же создана под кого-то. А еще были остальные комментарии, где как раз за стиральной машинке, но уже комментарии были выдали. Да, и там где-то пару дней было. А перед тем, где они сами Америи писали медики, не медики, а заклад, что они готовы защитить COVID-19. И фотографии. Девчатка стоят. За что мы нас зазначили? И сделали такую, скажем... Комментарь был написан за то, что они в шлюпанках. Шлюпанцы, перейдите. Маски у них были пошитые мейлеры. Смарки пошитые, да. И халаты какие-то... Ничего на косах не мое. Нет, там ничего не делали. Один такой, знаете, хранише, что это ковпак был белый медичный на одних. Но все-таки она взяла, все... И это было в лекарне... Слушайте, она так обувь долго одевает, директор. Сказала, так обувь одевает. Я знаю, что там зонится. Не, ну ничего, сейчас узнаем, по крайней мере, есть. У нас не было накидений ковида. Так, подождите. У ковида уже был по всей Украине, а вы написали, мы готовы сутрить ковид. И просто в резиновый шлюпан, а девчата стоят. Лучше бы вы не писали эту ковиду. Лучше бы ее не писали. Так, кто же не мы писали, кто же так не с вами писали? Я киво. Нет, нет, нет. Это с администрации все. Мы фотографировали трех девчат и с тем, что... Там три флота была. Да, там были на них халати, были на двоих маски покупные, на одних была маска самошита, и они были в шлюпанках, и было написано, что мы готовы встретить. Но я, если зайду, я смогу сфотографировать трех медиков в лаборатории? Нет, не смогу. Конечно. Так что, такими не надо разговаривать, что мы... Я еще потом прикладывала фото, как маем быть одягнутый медик, как забезпечиваются медики за кордоном. У нас в отделении не должны так поделаться. Как все так? Подождите. У нас нет ковиды, у нас есть нафига. Ну, как все... У нас нет ковиды? Да. Вы подтверждите. А почему у нас значит лягуются вдома официйные данные и лягуются они дома? Самоизоляции. Да, самоизоляции. Ну, как все так? А у нас должны у вас... Нет, так если... Подождите. Если у вас уже в городе есть даже хотя бы на самоизоляции люди, ну, я имею в виду... Они же подтверждены были с ковидом или как? Ну, так вы знаете, что больница должна уже в защите быть? Да, мы сейчас посмотрим наказ, как должны мы одеваться. У нас же есть наказ. Наказ от какого числа у вас есть? Ну, все наказы есть. Нет, нет, подождите. От какого числа наказ у вас есть? Вы не поняли, от какого числа у вас наказ? Там было 4 наказа на протяжении ковида. Да, и мы сейчас покажем... Последний? Ну, последний тоже. Вот, последний. Последний был 28... Нет, 15 апреля, 16 апреля, где четко прописано, как должны быть одеты медработники в больнице, где есть, где, точнее, были либо есть подтверждения. И там, поверьте, там полностью обмунирование от начала до конца в средствах, в халатах, закрытых. Так у секретаря должен быть наказ. У вас не остались наказы? Ну, наказ, и так же, это тоже полыкорезница. Ну, вы можете сейчас сказать на камеру, как человек должен... Сейчас пускай манистр здравоохранения послушает, что вы скажете, главная медсестра. Не, ну, подождите, вы говорите, как вы считаете, как человек должен одеть? Вот, посыл вас на наказу. Вот как вы поняли этот наказ? Если я так понимаю, маски и бахилы, правильно, и все? Ну, я правильно вас понимаю? Почему вы боитесь сказать, если вы так уверенно говорите? Степана же не приедет вас увольнять. Они просто дадут правовую оценку этому всему. Будет проверка просто в больнице, вот и все. Будет проверка от всего, от закупок ваших, что вы покупали державные кошки, все остальное. Тем более, ну, так тем более. Чего же тогда переживаете? Ну, если вы сейчас четко мне говорите, что есть такой наказ? Вы что, даже не знаете, как? Вы главная медсестра. Вы обязаны знать все наизусть по пункту. Я вам сейчас тылку все напишу. Я тебе вам и скажу. То вы сейчас давите так, что человек... Почему я на вас давлю? Подождите, вы главная медсестра. Ваши... Вы понимаете? Вы можете снимать. Снимайте меня. Ну, вы можете психологически даже. Так, почему психологически? Ну, вы главная медсестра. Ваши девочки здесь, под вашей юрисдикцией, вы должны за ней горой стоять. Вы должны, понимаете, убить здесь любого за то, что... Ну, как у вас все есть? Знаете, когда я посмотрел на ваши глаза и задал вопрос о том, что неужели это правда? Я вижу по вашим глазам, что это неправда. О том, что на самом деле масок здесь толком нет в этой больнице. И девочки на самом деле правду написали. Ну, зачем? Ну, зачем врать? Ну, скажите мне честно. Ну, чтоб они просто так писали бы. Ну, как вы думаете? А у нас по документам если придет человек, я покажу по документам. А у нас, что ваши медики тогда замовляли их в аптеции, не могли забраться. Если они у вас есть... Это не наши, это семейная медицина. Так, походу там главврач переодевается в вечернее платье. Это не наши медики. Наши медики были забезпечены масками еще до COVID-19. Через это нам повезло, потому что мы брали у Григоря Тедича маски, закупляли и выдавали. У нас не было перебоев с масками. Мне здесь уже пишут, что она знает мэр ваш. Я так понимаю, вы уже связались с мэром? Нет. Странно, почему-то уже мэр знает ваш. Подождите, я подивлюсь вам своё... Покажу вам все. Переписка с хворим. Не, не надо, не надо показывать. Это ваши. Я не имею права снимать. Я не имею права снимать. Не, не снимайте, вы просто подивите. Ну, не знаю. Просто уже мэр почему-то знает. Да, потому что я звонила юристу. А, ну, значит, юрист позвонила мэру. Что произошло на стационаре? Мене до пятницы отпустили, при умове нікуди не выходит? Да. Это стационар, да? Ты медик стационаре пишешь? А где написано, что это... Это хворая людина. Это в осени? А где написано, что это... Я, я... Я людину все прикрыла специально, чтобы вы не знали. Он фамилию не показывает, потому что реально будет уволен. Это медик. Это медик этой больницы? Ну, так, тоже працанник, а может ей просто звільнити. Что звільнити? Звільнити ее может. Кто может звільнити? Медика за такую мурашку. Так, давайте так. Это просто... Так вот в том-то и дело, понимаете? Вот вопрос. Мы просто просим всех, чтобы люди працювали. Ну, у меня в других городах тоже те, кто говорит, что-то увольняют, несмотря на то, что не хватает, поверьте. И потом только благодаря эфирам моим они боятся это сделать. ...чтобы были собраны, ну, сборы, и медикам было в настойчивой форме сказано идти в отпуск за свой рахунок, так как або идете за свой рахунок, або вам будет все равно уменьшена ставка, або 0,9, або 0,75. Вот, что я так понимаю. У нас понятия... Вы просто сказали в применении, скажите, да, не, и все. Значит, в лекарне навіть понятия 0,9 немає такого. А, точно. Так что пропонуватись навіть 0,9 ніяк не могло. Не выплачено по 0,9. А про то, что в отпуск за свой рахунок принесло, таке было, чиня? Не, вы что? Значит, 2 дня в тиждень нічого не говорилось. Ишла мама прийти, что иде карантин, может, кто-то не имеет нагрузки, не имеет пациентов в поликлинице, может, кому-то требует идти в отпуск. Валентина Владимировна, скажите, мы можем пойти посмотреть защиту? Идемте, да, поделимся. Спасибо. А то я уже, это, у меня же голова болит. Вы разумеете, чтобы заходите на себя? Нет, вы не можете заходить на себя. Ну, это требует идти в статтенцию, да? Многие комендарии есть, но все, что я не могу заходить. Я могу заходить. Лекарні карантин. Просто вы спутали амбулаторную сімейную медицину. Вы подавали же вы на нас, не сімейная медицина. Вы, да, вы же, а за что не отмавляетесь? По пневмонии, ни подозри, ни пневмонии в статтенции не было. У меня есть моя знакомая, с которой я переписывался, еще 1-2 квитня, которая до меня телефонувала и сказали, неужели это меня подозрили? Потому что в ней, в ней уже было, она лежала. А вы сейчас скажете, что в ней лежала? Подозри не было никого. Вы понимаете, что это подозри? Я понимаю, а вы? Ну, вы, может, не понимаете, что на меня подали в суд. А что же на нас маски? Скажите мне, будь ласка, что на вас маска? Не, ну, это по протоколу. Ну, так правильно. Сейчас нужно по протоколу. Потому что мы не отбираем в маске. Мы не можем идти на сием. В новом консеренции подозри не лежали. Вы понимаете? Ну, конечно, что в лицестях не было. Если вы захворите, захворите, и вам надо будет леки за 89 тысяч достать то у вас этих денег не будет. Потому что хотели допомогти вам, а вы сделали все для того, чтобы звинуватить. Если на другой раз... Кто хочет допомогти, то приходит и говорит, может вам что-то допомогает. То вы таки собираем? Я собираюсь закупила бахили, масочки, рукавички. На півтори тисячі. Больше даже там было. Люди на лечек. Так само я. Но вы не написали в фейсбуке. Были, скажем так, приемці, які звалили і питали. Десять тисяч перерахували. Що вам треба? Що вам треба? Що вам треба? Не просто так, якісь маски, не пушите. Короче, смотрите, что я сейчас делаю. Я включаю на втором телефоне инстаграм, прямой эфир. Объясню, почему. Стремаюсь создавать телефон. Боюсь, что случайно он выпадет и разобьется. Поэтому я стою, отдаю телефон самсунг свой, где будет включен прямой эфир в инстаграм. Вот прям туда сейчас захожу и пускай это будет прямой эфир. Если, не дай бог, разобьется, как бы, ну, разобьется, ну и хрен с ним. Я реально, вот этот телефон, который сейчас прямой эфир, поверьте, вот этот трэш, его реально можно сейчас разбить и тогда концы в воду. Поэтому не-не-не. Отдаю специально свою инстаграм-страницу в прямом эфире. Так, главная медсестра куда-то исчезла. Главная медсестра исчезла. Походу, специально, видите, никого нет. Медсестры нет главной. Она выходила ли из главной медсестра? Не обратили внимание? Не. Не? Это мой один комнат, да, скринчики, где нас заблоковали в той группе, чтобы мы больше не писали. Это был под той фотографией. Мне очень шкода наша. На вечерних масок, защит. Ну, я вижу, вижу, вижу. Это еще 30 березня. Я вижу, 30 березня, да. Ну, понятно, что вы не поднимали кипиш, скандалы и все остальное. А я потом покажу вам запись специально. Я вам потом, сейчас, подождите. Сейчас я это все специально сделаю в прямой эфир в инстаграм. Дальше я это запишу в сториз, а потом включу сториз и вам покажу в прямом эфире, что там происходило. На тот случай, если, не дай бог, самсунг у нее выпадет, ну, такое бывает, знаете, бац, и выпал на плитку, ой, ну, тогда я скажу, ну, да, ой, неприятно, но, по крайней мере, у меня будет телефон с записью фейсбука. Давайте, давайте сходим, посмотрим, давайте сходим, посмотрим. Меня не слушают. Ну, да, на видео дадим зачитывать. Я прошу прощения, можно мы пойдем снимем? Валентина Владимировна, идемте, чтобы я вас долго не задерживала с работой. Просто, вынимите, что ты дам его вопрос? Ну, я понимаю. Головный полицейский написал заяву, статью, и предоставил документы, как написано от пани Седови. Ну, я просто слушаю пока, я анализирую, понимаете? Ну, я анализирую. Ну, идемте, где, куда, где у вас главная месестра кабинет? Вот. А, ну, давайте, идемте, сходим. Я тоже, документы, они, подождите, вот настройку, наручение. Аллилуйя! Мы идем. Сейчас мы, мы, мы дойдем, вороны разбушевались, причем, знаете, как только вышли, кипиш такой, что просто ужас, не знаю, но прям как, в аккурат всего. Поверьте, я уже сам хочу сходить, посмотреть, да, посмотреть нет, если нет, ну все, там стационар, Не знаете, есть? стационар, надо ехать. А, ехать надо, да? А. это не тактили, а судья земной горы, 5 лет. Я была табликами, так, едем туда, потому что до стационара надо ехать. Ну, так давайте. Далеко? Да, далеко. И ты туда, хвилин 40. Ого, ничего себе, это что, в другом? мы прошли поехать на машине. Восьмотку. Ну, я подвезу, да. Просто у вас, седай до нас. А вы подвезите, будь ласка, литарей. Не, ну, мы приедем сейчас в больницу, я вам дам телефон, и вы пойдете с телефоном моим, с прямым эфиром. Так мы сделаем, да, без проблем. Подождите, давайте так, если я не маю права, я уезжаю. Я звонила. Звоните, звоните. Если она говорит, он не мае права, я собираюсь уезжать, потому что я не могу этот балаган, серьезно, мне неприятно это. Ну, и все, все, ну, вся страна будет знать. Вы за то, чтобы показать, правильно? Вот, отлично. Почему главный врач не хочет, не знаю. Подождите, подождите. Сейчас они с юристами советуются, в итоге вроде не хочет везти. А, все, они уже с юристами, поэтому я же жду. Сейчас здесь трошки дальше станем, и будем ждать вас, побачим результат. Да, то есть, если садиться едем, да, не, значит, нет. Валентина Владимировна. Да, да, нет, нет, я уехал, ну, что советоваться, господи. Не, ну, ну, что ж, я же не могу тоже стоять, ну, это же какой-то цирк уже, честное слово. Так я же не наговариваю, но я полтора часа прошу. Послушайте, ну, если бы уже был бы нормальный контакт, знаете, как меня областные больницы, областные крупные больницы, главврач берет за руку и водит меня в реанимацию, заводила даже. Хотя я не просил ее это. Ну, она открытая была, она все показала. Что здесь происходит, я не понимаю. Ну, это же ужас какой-то. Город УЗИ. Я вообще в шоке. Никогда не ожидал, что в УЗИ не такое может быть. Верите? Тихо, а ты сейчас свободный с ним? Надо на работу приближаться. Какой-нибудь работы надо. А что там то? Да, у меня здесь подозрение, что это. Надо сейчас, мы стоим возле поликлиника. Вообще, я такого еще не видел, верите? Я просто в шоке с этого всего. Вы же видите, как у меня обычно все происходит. Приехал, показали, я успокоился, потом показал вам всем, да, 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 нет, все как бы, ну, ну, нет, все сами делайте выводы. Я же никого не заставляю. Что здесь творится? Уже шли, уже вот вышли, только садимся в машину, все, дайте я сейчас подумаю. Что подумать? Если масок нет, вы их же с ней не найдете. Ну, разве что купить сейчас, быстренько и принести все, все коробки. Причем, самое интересное, мистера говорит, надо ехать. Цифры, плиз. Я в шоке. Антон, не уезжай. Я с удовольствием, но только, видите, я же не буду силой брать, это уже противозаконно. Здесь либо все по-добровольному, да, да, показываем, нет, тогда делайте выводы. Мне бы очень хотелось, чтобы правоохранительные органы не только занимались активистами и судовыми процессами, но и такими управленцами. Вот и все. Не знаю, до сих пор общаются с юристами. Они сейчас, наверное, пытаются поднять документы. Можно ли показать? Хотя общественность, ребята, это общественность. Я не прошу показать мне палаты. Я не прошу мне показать больных, ковидных, не ковидных. Я просто прошу показать защиту для медицинского персонала. Ну мы же так все трубачим со всех телевизоров. Господин президент чуть ли там ногой не топчет и рассказывает о том, что все в нашей стране есть. Где? Вот вам показать, что у нас все есть. Знаете, как говорят, дыма без огня не бывает. И вы это прекрасно понимаете. оттягиваю час. ну может они сейчас маски пошьют быстренько и поставят. Так, ну это цирк, серьезно говорю. Я не, ну что ждать, объяснить. ну я понимаю, но главврач цирком занимается. Понимаете, если бы это было, сейчас люди сейчас смотрят и просто в шоке. Столько людей смотрят и говорят, господи, причем ваши же коллеги смотрят с других больниц, которые мне спокойно все показывали. Я даже не знаю, что лучше, чтобы главврач на меня подала в суд либо нет. Если она на меня подаст в суд, будет даже интереснее. Я сюда буду теперь чаще просто ездить и показывать все в корне, что здесь происходит, потому что у меня будет предмет сюда приехать в суд. Ну я не знаю, но главврачу же нечего делать, суды подавать на активистов, правильно? Ну она же подала в суд на активистов. Швейная фабрика. Да, да, я тоже в шоке. Где это? Город Узин. Видите, до сих пор лаврач разговаривает, консультируется по поводу того, что ехать либо не ехать, верите? Сейчас доконсультируется из-за того, что на самом деле у меня сдадут нервы, я просто сяду в машину еду, потому что я не могу ждать. Ну сколько ждать? Полтора часа пытаться попросить? Ну это же бред. Ну ты ж видите, что ты издевательствовал. Это не по своей работе. Я стою, чтобы мы поехали. Это не по своей. Она сказала, я сейчас вывезу. Ну конечно, у меня есть машина, я же сюда не пешком пришел. У меня уже аккумулятор садится, придется переписывать. А? Нет, вон вторая машина стоит, конечно. Все ждут же, все ждут, что да, да, нет, нет. Так, сейчас я узнаю Валентины Владимировны, потому что нет, ну это же бред. Валентин Владимирович, что вам юрист сказал? Да, да, нет, нет, можно? Сомневается, что я маю право. Все, спасибо вам за общение, до свидания. Дорогие друзья, все, вы все увидели, значит, мне не показали, поэтому, господа избывушники, я вас очень прошу, приезжайте сюда, приезжайте, главной медсестре и главному врачу. Все, целую, обнимаю. Сейчас, кстати, пару слов и... Все, она отказала. Она не хочет, не пойти. Да, потому что, говорит это, юрист сомневается, я сомневаюсь, и в итоге, все. Значит, надо сделать сейчас по-другому, блин, я даже не знаю как, либо просто приехать в какой-то из дней, вот так вот, с видео, просто зайти в терапевтию, да, и просто вот посмотреть, в чем они вообще хоть ходят, ну, зайти вот. Даже если они уже и благодаря этой съемке подготовлены, уже хорошо, то есть мы уже сделали хоть какой-то плюс. Я знаю, что там ничего нет. Наша главная медсестрра посмотрела на меня, посмотрела на нее. Нет, у них нет ничего. Причем, когда я сказал, давайте так, мы едем с вами туда, если у вас реально проблема, у меня в машине, в багажнике есть маски, я просто даю вам маски. И она говорит, типа, ничего не надо образно, да, то есть поэтому, ну, вот такая вот. Ничего, я думаю, что эта ситуация, как минимум, сделать и дом, а что если мы сейчас поедем в больницу сами? Можемо, можемо. Сюда это с нами и заедем. И подивимся ситуацию. Давайте тогда, я спрямую эфир. Чтоб не выключать. У нас же заблокировали. У нас заблокировали сторинок, которые показывали, как они выкидают официальную информацию, как они готовы к COVID-19. Это было, по-моему, 30 березня. Мы сфотографировалися. То есть я бачу по ней несловам, что она расходится в свои бачения. Ну, естественно, я уже все, я сразу увидел о том, что она врет. Наглым образом, потому что она прекрасно понимает, зачем я здесь. Сначала эти документы, потом она посмотрела, поняла, что все-таки профсоюз есть. Юристам что-то сомневается. В общем, ну, цирк на дроте. Я в ней только что запитал. Кто вам в заяве на меня написал статью 173-1? Она сказала, то не я написала, то получается что? Что заяву на меня не писала. Она не писала, а написала то, кто был подготовлен. Кто знал, что это за статя? Ну, понятно. Ну, это нам что-то не писали по стационару. Ну, я понял. Мы рассказываем, что сейчас нам фейпральные машинки, за которые я поднимал вопрос. Что если у вас фейпральные машинки, то нужно освободить двоих людей. И при этом еще и сказать, что они сами захотели освободиться. А главная медсестра говорит, что у нас же чистее белье, когда нам его возят. Привозят звездки из танка. Ну, это... Слушайте, а что так далеко с сонар от больнического отделения? Вот это интересно мне даже, а? Что так было? от мой эфир пока еще директора, то у нас будет шанс все посмотреть. Она сказала, что у них больница на карантине. А карантин это больница закрытая. Ну, и главное, больные дома. так закрыто, чинно закрыт. Ага, закрыто. А где еще вход? Еще вход, давайте детку если посмотрим там. Это надо было мне вначале издать, мне надо, скорее всего, постучать. Ну, да. Понятно. Так, вот это такая больница, это стационар. Хотя здесь по скорой, скорой я не вижу. А должно быть. Даже каждый добирается своей машиной, эту больницу должен быть переоткрытой. Мало ли кому нужно медицинское. А как медики сюда добираются вот на работу, когда транспорт не ходит? Пешком. Здесь даже бывает не чистится. Сколько было жалоб, что дороги здесь не прочищали, есть и тэши, но машины тоже нужно выехать в скорой. Ага. Здесь постоянно. Ага. Вы вообще у кого-то здесь медиков знаете? Ну, да. Ну, то есть... Сейчас посмотрим, да. Ну, можем подтвердить либо опровергнуть. Я думаю, что они все бы закрывали специально, потому что уже звонки были, перезвонки, здесь единственное, что я когда уеду, можно через пару дней проверить это все. когда привезла медсредства, так, было очень давление по телефону главного нашего доктора, медперсоналу всему, угрожая, если что-то лишнее будут говорить или туда же, будут просто уволены. Это медперсонал сказали города УЗИН, это вот этому, в этой больнице, да? Я куда на стационар, это стационар, а там именно, где были поликлиники, я когда приносила масочки, вот это все остальное, была просто истерика некоторых медиков, потому что докторов, потому что их собирались уволить, ну, выгрозили, выгрозили. Я думаю, что... Если что-то лишнее, где-то что-то скажете, будут просто уволены. Скорее всего, здесь тоже закрыты. Они сразу начали там публикацию, верите, пожалуйста, публикацию и так далее. Да, все, они все позакрывали. Ну, в принципе, это стоило ожидать, что все закрыто, потому что, ну, понятно, естественно, столько уже кипиша во всем городе и не закрыть, это надо было быть вообще глупо. Никого в окнах нет, все поскрывались. То, что действительно очень много было больных у нас на пневмонию, на двухсторонние, тогда же я лично знала этих людей, их выписала. Ну, где-то, ну, недель-пополторе, да, продержали, и раньше времени просто выписали. Сидите дома, никуда не выходите. Потому что уже новый. Как они говорят, завоз. Новый. Ну, понятно. Да, когда поступали просто другие пациенты, ну, никому же не делали, тесты, никогда не направлял, что самое интересное. Ну, все хорошо в городе. Если где-то кто-то болит, это где-то. Блин, конечно бы узнать бы, вон в окнах торчат медики, все, вон, скрылись с первого этажа только что было. А может вы, ну, если я думаю, что никто не будет сейчас разговаривать, С этой стороны это палаты. Не, медик был в одежде медицинской. Я так думаю, что ж никто сейчас не будет разговаривать, да? Конечно. Они все боятся, сразу тогда вопрос поставился, если кто-то что-то лишнее скажет, их просто уволит. И они сидят, боятся за 3000 гривен. Медики, что вы боитесь? За 3000 гривен? Вы реально боитесь что-либо говорить? Вы серьезно? Вы же хотите поменять это все? Вы же реально хотите хороших зарплат? Как мы, активисты, волонтеры, сможем добиться чего-то, когда вы молчите? И нам приходится, вот видите, добиваться самому. Велосипеды стоят, велосипеды стоят, а двери везде все закрыто. Прогуливается пациент. Сейчас увидите, он в 2 раза. Ну, сейчас мы узнаем, зайдет он или не зайдет. Да, пациент, скорее всего. Только выходило 2 медсестры. Они были в курточках, без масок, без ничего. Блин, сразу двери закрыли за ними, да? Да, да, да. Сразу за ними двери закрыли. Ну, швидше всего, что им затранформировали, и они закрылись. Особенно растягу было час, чтобы затримать и нас, а сама поснила. Вам знаете, как надо было? Вам надо было сюда первыми ехать, пока я там был с ней. Провтыкали мы, конечно, потому что мы пока были с этими всеми. Скажите, пожалуйста, вы же здесь лечитесь, да? Да. Я с Киева приехал, все пытаюсь с медиками поговорить, оно все закрыто здесь. Что у них здесь защиты с масками? Да, да, да. Ну, вот, вот это все мне интересует. Там едва на защита, здесь все есть, антисептики протирают. Нет, антисептики, да, мне важно очки, вот эти каски. А мне шлава врач сказала, что у них здесь нет этого. Как же получается? Есть ли? Я вижу, что они ходили в масках, просто понятно. Нет, маски, да, имею в виду в щитках, закрыты, если поступает какой-то пациент. Да, ну, есть, есть, да. Я вилдородовый чемпион. Ага, я понял. То есть, ну, мне кажется, в миру того... Ну, а вы ходите в маске? Да, да, я только обычно подожатся в животном. Ага, я понял. Хорошо, хорошо. Все, в принципе, все, что я мог, постарался, например, вам показать, я показал. Дальше вы сами думаете и если есть возможность, пишите, составляйте заявление, медики. Я вас очень прошу. Да, вот как раз, перестанье. Сейчас будет видно. Что? Сразу закрываются двери. Опс. Опс. Двери сразу закрыли. Скажите, пожалуйста, вы пациент больницы? Вы медик? Да. А почему вы вышли без маски со стороны помещения? Вы выходили с территории больницы без маски? Я вышла без маски. А что, я на улицу должна маски? Нет, нет, нет. Вы выходили уже без маски. Ну, так я уже коридору готовлю. А, то есть, вы там сняли уже и заходили сюда? Нет, отделение выходило. А, все. А где без коридора и туалет. Все, я понял. Я понял. Но вам же же выдают каждые два часа маски, как говоришь мне сказали. Каждые два часа. Это 100%. Сейчас буду заходить в магазин, надену масочку. Так она же уже у вас в куртке пролежала. Она уже такая не сильно стерильная. Ее вообще нельзя одевать. Уже. Хорошо, но если я зайду в магазин. Нет, так вы не поняли. Она уже у вас в куртке лежала, она не стерильная. Вы будете не стерильную маску одевать снова? Одноразовую? Ну, если вам выдают много масок, у вас же должны быть маски еще? Ну, в отделении остались. Я завтра приду на работу, одену опять свежую маску. Ага, я понял. А то я просто иду по улице. Но я могу по улице без маски идти. Ага, я вас понял. И вы тоже сняли маску. Все вы снимаете маску. Со мной никто не хочет разговаривать. Я понял. А где? Да, желательно. Ну, вам же ж уже дали вказівку, со мной не говори, да? Кто дал вказівку? Ну, гаврач, наверное. А вы кто? Я представник медицинского профсоюза. Якого района? Медичного профсоюза всеукраинского. Ага, я понял. И все? И все. Это заведующая была детского отделения. И все. Да, заведующая детского отделения вот в первой курточке. Все, я понял. Все, 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 все. Главное, чтобы все увидели. Вот я вам показал этот момент. Теперь делайте выводы. Масок здесь, я думаю, нет. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Все. Пока-пока-пока.